В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге 9-10 марта прошла 15-я конференция «Религиозная ситуация на северо-западе. Проблемы социокультурных идентичностей». Организаторами конференции выступили Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации, Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, секретариат Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Санкт-Петербургская гепархия Русской Православной Церкви, Русско-Христианская Гуманитарная Академия. Участие приняли священнослужители, религиоведы, этнологи, политологи и социологи из России, Греции, Финляндии и других стран. Эта конференция поддержана Советом Межпарламентской Ассамблеи СНГ, и мы любезно предоставили нашу штаб-квартиру для проведения конференции. Почему? Потому что парламентарии стран Содружества тесно сотрудничают со многими конфессиями, которые работают в странах СНГ, здесь, в Санкт-Петербурге. Парламентарии отвечают на все животрепещущие вопросы своих избирателей, в том числе и на вопросы существования, взаимодействия религии. Поэтому мы поддержали эту конференцию и активно принимаем в ней участие. На пленарном заседании были подведены итоги 15-летнего опыта работы данной конференции. Неизменной темой дискуссии стала религиозная ситуация в регионе. Весь спектр влияния религиозности на социальные институты и отношения. Анализ этой ситуации имеет особую важность сейчас для нормализации государственных и конфессиональных отношений, а также профилактики религиозных конфликтов. Конференции, подобные этой, актуальны во все времена, особенно сейчас, когда общество раздирается различным родом противоречиями, в том числе и религиозными. Поэтому, когда могут различные конфессии находить что-то общее, находить, вырабатывать платформу, на основании которой можно различным, даже религиозным движением работать вместе на благо общества, как никогда сейчас, подобные конференции актуальны. Что касается религиозной ситуации на северо-западе, в частности в Санкт-Петербурге, она исторически здесь была благополучной. Потому что даже Невский проспект, наш главный проспект, называется проспектом толерантности, где хорошо соседствуют различные храмы, различных вероисповеданий. И, в общем-то, исторически в нашем городе обстановка религиозная всегда была благополучной. Все социологические данные говорят о том, что в стране очень крепкие корни межрелигиозного, межкультурного диалога. Но, тем не менее, возникает другой вопрос. Это вопрос идентификации. Как же мы, кем мы себя в первую очередь считаем. И здесь, конечно же, у людей религиозных и у людей секулярных, скажем, разнятся мнения. И религиозные деятели говорят, что нельзя надавливать на религиозное сообщество в том, чтобы они в приоритете считали, скажем, то, что они считают правильным. Потому что для религиозного верующего человека всегда его религиозная идентичность, она первая. Когда мы говорим об идентичности, мы должны учитывать все периоды нашей истории и влияние на формирование этой идентичности. Сегодня я говорил, это очень большая масса разных тем и аспектов, но сегодня я говорил только о двух вещах. Я говорил о том, что необходимо, сохраняя нашу нео-византийскую традицию, не выбрасывать советскую идентичность. Я говорю это безоценочно по отношению к советской власти, безоценочно по отношению к той идеологии, которая была в России в течение 70 лет. Я говорю о том, что одна из важнейших компонентов в советский период – это было стремление к созданию социального государства, то есть справедливого общества. Поднимались вопросы выявления проблем изучения религиозной ситуации, изучения типологии и взаимовлияния религиозной и этнической идентичностей, выработка механизмов гармонизации этно-религиозной ситуации, информационное противодействие этническому и религиозному экстремизму. В этом контексте особенно актуально прозвучал доклад председателя Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александра Кудрявцева. Санкт-Петербург всегда отличался и отличается очень высоко квалифицированной религоведческой школой. Здесь сосредоточены крупнейшие научные центры, вузы, где очень сильные кадры религоведов. И, естественно, их участие в этом форуме, те контакты, которые мы здесь получили, они, я думаю, будут очень полезны в плане нашей дальнейшей работы. Даже, так сказать, мне удалось переговорить с ведущими специалистами и договориться о их привлечении к работе РАРСа в качестве экспертов, что для нас очень важно. То есть не только, так сказать, в Москве, но и расширять географию нашей деятельности. Продолжилась конференция работы секции «Псевдорелигиозный экстремизм и современные мировые вызовы», на которой обсуждались развитие религиозной ситуации на Северо-Западе, роль религиозного фактора в геополитике, проблема псевдорелигиозного терроризма. А также калейдоскопу идентичности и мировые процессы глобализации шла речь о взаимовлиянии религиозной, этнической и гражданской идентичности, культурном и религиозном изменении этноса. Россия — это не чуть не прошлое, а это всегда вечно длящееся будущее. И одна из крепчайших основ этому является именно фактор нашей религиозной идентичности. То есть мы говорим о том, что только на голом рационализме, только на вот этом проекте безрелигиозном построить будущее невозможно. Религиозный фактор будет только усиливаться, и он отнюдь не менее значим, чем любые другие идентичности, будь то гражданская или какая-либо иная. Поэтому пытаться подменить одну идентичность другой, как нам навязывают определенные наши доброжелатели, я все-таки бы не стал, считая, что это не нужно. Санкт-Петербург.